Тем временем Китай впервые с конца 2022 года сократил прямые поставки в Россию машин, механизмов и оборудования, в том числе электрического. В марте экспорт таких товаров упал на 15%. Это следует из статистики главного таможенного управления КНР. В целом экспорт китайских товаров в Россию в марте снизился на 14,2% относительно уровня прошлого года, хотя еще в феврале наблюдался умеренный рост на 9,6%. Отмечается также в этом отчете. Что это означает и какие перспективы сейчас открываются у Китая в отношении России? У России тогда перспективы берем в кавычки. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, присоединяется к нашему эфиру. Иван, рад приветствовать. Добрый день студия, добрый день телезрители. Иван, действительно Китай настолько опасается ввода санкций и в отношении этого государства, что решил сократить свое сотрудничество с Россией? Ну, надо понимать, что Китай, да, это мощная экономическая страна в вопросе производства товаров, но это страна, которая очень сильно зависит от западно-финансовых рынков. И по большому счету, если даже посмотреть ретроспективы всех санкций с начала, там, с февраля после 2022 года и до этого периода, когда были относительно более мелкие санкции, Китай, он не сильно реагировал на все санкции, кроме финансовых. И финансовые он соблюдал и до февраля 2022, и особенно после. И когда в декабре 2023 года президент Байден подписал распоряжение о том, что любым финансовым учреждениям во всем мире, которые будут связаны с подсанкционными российскими физическими либо юридическими лицами, будет запрещено иметь с национальной валютой США, то есть с долларом, это имело огромнейший эффект. И уже, напомню, что распоряжение было в декабре, уже в январе пошли разговоры с Турцией о том, что будет ограничивать сотрудничество с Россией, а в феврале 2024 заговорили в Китае. По той простой причине, что что там не было, примерно 43% мировых расчетов – это доллар США, еще там 32 евро. Там от месяца к месяцу меняются данные, но доллар остается основной валютой в мире. Любое финансовое учреждение старается не терять возможность использовать эту валюту. Запрет на ее использование будет означать, по сути, конец истории того субъекта, который примет такое решение. Соответственно, для Китая важно сохранение вот этих финансовых возможностей использовать доллар в качестве валюты за свои товары и возможности своих финансовых учреждений работать с этими самыми долгами. Поскольку было введено ограничение в декабре, в феврале было заявление о том, что будут более тщательно следить за переводами денег и тем, кто их как осуществляет. В феврале, как говорил, уже это было заявление, а в марте оно, по сути, проявилось уже в реальной жизни, когда началось замедление торговли, просто по той причине, что банки китайские, они, опасаясь вот этих санкций, решили лучше перепроверить, а перепроверка – это больше времени, а больше времени это, соответственно, растягивается проведение операций, вот и, пожалуйста, этих операций становится меньше, чисто из-за потребности делать эти проверки. Но это означает, что если другая сторона, российская сторона, готова ждать дольше, то все еще эти транзакции будут происходить? Да, но вы же понимаете, что одно дело, когда вы можете транзакцию провести в считанные, грубо говоря, часы, а когда требуется несколько недель, возможно, для того, чтобы убедиться в том, что субъект, который хочет перечислить деньги, либо которому хотят перечислить деньги, он не является подсанкциями. То есть это все время, а вот это время, оно и замедляет, собственно, все эти сделки. И, в принципе, вот если брать глобально все это экономическое давление против России, его основа – это именно выкрасть время, поскольку все понимают, что, несмотря на бравурное заявление России, в долгую они игру не выдержат. Сейчас Россия напоминает Советский Союз, причем к конца 80-х годов, там, 90-го года, когда все больше и больше было понимания того, что лучшая возможность сохраниться – это распасться. Да, то есть трещина расходится. Да. Иван, окей, если не Российская Федерация, кто может быть альтернативным рынком для Китая? Или и так достаточно рынков? То есть с Россией можно пока закрыть любые экономические отношения? Безусловно. Основная продукция, которую Китай поставляет на внешние рынки – это, собственно, США, это Европейский Союз, это Япония, это Южная Корея, это частично Индия, страны Южной Азии, страны Ближнего Востока. В принципе, Китай – это мировой лидер по экспорту, и Россия для него – это буквально 2% их экспорта. Ну, может, сейчас чуть-чуть возросло, но тем не менее. И возросло, кстати, по той простой причине, что сейчас Китай в России продает свои товары значительно дороже, чем он продает на других рынках, понимая, что у России нет другого выбора. То есть, грубо говоря, поскольку немецкие и прочие европейские автопроизводители вышли из России, то Китай говорит, окей, мы вам будем поставлять свои продукции, своего качества, но цена за них будет такая, как была у европейских седан. Иногда, кстати, это могут быть даже шильдики европейские, но это машины, произведенные в Китае. И все-таки качество будет хуже, мягко говоря. Я не скажу, что оно будет очень плохое, но оно будет чуть хуже. По той простой причине, что Китай понимает, что когда у вас нет выбора, то есть либо китайские, либо ничего, то, естественно, будет брать китайские автомобили. А если такая ситуация, то почему бы тогда цену не поднять? Вот и получается, что вроде как денежное выражение торговли, оно и растет, а вот физические объемы могут, кстати, и не расти, они могут оставаться на том же уровне, просто что Китай получает больше денег за единицу своего товара. То есть это естественно, и это, в принципе, знаете, для страны, которая сама себя загнала в те условия, в которые Россия себя загнала, это абсолютно нормально. Более того, когда мы говорим о Китае, то надо понимать, что Китай сейчас не только поставляет легковые автомобили в России, он вовсю начал поставлять грузовые автомобили, и тут очень интересно. Россия традиционно сама себя обеспечивала свой рынок внутренним, скажем так, автомобилями внутреннего производства, грузовиками. А сейчас производители грузовиков России прямо жалуются на то, что их Китай вытесняет из собственного их рынка. То есть вот здесь, пожалуйста, рост поставок с Китая, как он долго продержится, будет зависеть от возможности россиян покупать эту продукцию. Это она тоже, кстати, не вечно. Но тем не менее мы видим, что сейчас именно из-за вот этого сближения с Китаем Россия, по сути, полностью, давайте так любят говорить, ложится под Китай. Вот где-то оно так и происходит. Ну да, потом появляются произведения искусства российского автопрома, которые каким-то необычайным образом как-то очень похожи на китайские автомобили, но шильдики на них уже там, ну что они вешают, москвич или еще чего-нибудь. Ну в общем понятно. Хорошо. Какие перспективы, в кавычки берем это слово, сейчас открываются перед Российской Федерацией в связи с подобными решениями со стороны КНР? Для России это будет очень проблематично, по той простой причине, что когда западные производители вышли, а их заменили на китайские товары, китайские технологии. А если китайские технологии не будут в том объеме заходить в Россию и замещать, по сути, европейские, то в России либо будет попытка вспомнить, как что-то делать, но как показывает опыт последних десятилетий, это не сильно получается. Там уже известная вот эта история с выступлением Матвиенко в России, когда она сказала, что с удивлением для себя узнала, что даже гвозди сейчас китайские, под той простой причиной, что в России проявилась вот эта классическая голландская болезнь. Экономисты любят этот термин, который возвращает нас в Голландию в 1970-х годах, когда на каком-то этапе своего развития страна поняла, что так, у нас много нефти, компания Shell прекрасно работает, зачем нам заниматься любой другой деятельностью, давайте мы будем продавать нефть, у нас будут деньги, и все хорошо. Но когда цены на нефть упали, для Голландии это был шок, сколько они вспомнили срочно, как что-то производить. То же самое сейчас в России, только пока России не удается вспомнить, что-то производить, все покупается за рубежом, но когда ограничивают поставки того, что необходимо для жизни, а тут же много деталей, которые и для работы разных тех же нефтеперабатывающих заводов, и для той же медицинской отрасли. Знаете, уже прямо говорят о том, что вполне возможно, что в России в ближайшее время будет проблема с теми же стоматологами, по той простой причине, что лекарство, которое они используют для собственного произведения пломб, для создания пломб, вот здесь не будет необходимых, скажем так, ингредиентов, и будет проблема с пломбами. Вот простой пример влияния на жизнь каждого россиянина. То же самое может быть и с другими товарами, где проявится критическая зависимость. Та же бумага, там отбеливатель, бумаги, они тоже из-за рубежа поставляются, а вот проблема с бумагой может возникнуть. Соответственно, проблема с учебниками, о которой уже говорят. То есть, на самом деле, факт того, что единственная страна, которая помогала России пройти вот этот период, это начало полномасштабной войны, соответственно, введение санкций, будет потихоньку выходить из России, для России это может означать ускорение процесса деградации. Знаете, вот была когда-то хорошая программа до начала полномасштабной войны, в России называлась хроники распада. Вот эти хроники распада, они просто ускорятся. Вот к чему приведет уменьшение участия Китая в российской экономике. И важно отметить, что если Китай там частично смог заменить Европу и США, то заменить Китай в России уже, скорее всего, никому не удастся. То есть, получается, что импортозамещение было сначала не просто блефом, сначала действительно искали пути этого импортозамещения, но не собственным производством. Нет-нет, это был импорт просто втихую, например, из Китая, меняя шильдики. То теперь это исключительно блеф, не более того. Пустое слово. Безусловно. Знаете, была хорошая шутка, что импортозамещение в России сводится к тому, что на чип, сделанный в Тайване, клеится наклейка, сделанная в России. Потрясающе. Да, эта наклейка, да, сделана в России, но это не означает, что товар сделан в России, он сделан в Тайване. То же самое с Китаем на этих же автомобилях, но, подчеркиваю, эти автомобили, они делаются в Китае. Кстати, это может повлиять и даже на фронт. Знаете, имел недавно возможность пообщаться с российским военным экспертом Филькингауэром, и он сказал такую фразу, что вы знаете, что сейчас Иран перестанет давать комплектующие для производства дронов, и в России может быть проблема с ними. Потому что то, что в России сейчас собирают дроны, это не означает, что это все делают именно в России. Это означает, что приходят комплекты из Ирана, и дальше их собирают в России. А теперь представьте, что эти комплекты не будут заходить, то есть нечего будет собирать. А самим наладить производство комплектов, по всей видимости, пока не удается. И это очень критически важно для России военный отрасль. Стоит ли говорить, что другие отрасли, которые не связаны с военной сферой, там вообще будет куда более сложная ситуация, поскольку там и пытаться не сильно будет что-то делать Россия, соответственно, будут, так сказать, проблемы накапливаться. И вот это действительно согласен импортозамещение, которое в России было Китая замещением, то есть это не было замещение импорта, это было замещение китайским импортом, импорта из других стран, то оно тоже, собственно, в условиях того, что Китай уменьшает свое участие на российском рынке, будет только усугублять существующие проблемы. Ну да, в частности, нефтеперерабатывающая отрасль, которая закономерным образом сокращается сейчас на территории Российской Федерации, но это тема для отдельного обсуждения. Иван, спасибо большое. Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнепаритических исследований Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok